Эл ойо. И вы знаете, в чем это значит? Объясненно. Эл ойо. Слеп. Сюжет. Существуют камеры по типу теремных, которые без окон, без дверей расположены друг над другом. Посередине каждой камеры есть дырка в потолке, каждый день через которую спускается платформа, набитая едой. Потолки очень высоко, поэтому наверх не забраться, можно только спуститься вниз. Но этого никто не делает, потому что количество еды ограничено. То есть, сколько ты наел, платформа спустя время спускается ниже. Людям этажом ниже остается только то, что осталось от тех, кто живет сверху. Этажей сколько, неизвестно. 100, 200, очень много. Людей на каждом этаже по две штуки. И, соответственно, тот, кто снизу, те сосай. Каждый месяц людей усыпляют и меняют рандомно по этажам. То есть, ты можешь быть сверху, ты можешь быть снизу. Неизвестно, насколько тебе повезло. И если не повезло, то уже неизвестно, как ты будешь выживать. Голодать или есть соседа, например. Или покончить с собой. То есть, вот вариантов-то не особо много. Вау! Еду оставлять на этаже у себя нельзя. Если вдруг ты припас где-то еду, то становится либо слишком жарко, либо слишком холодно. И ты умираешь. Или выбрасываешь еду и таким образом спасаешься. Вот такой вот сюжет. Никакого объяснения ждать не стоит. Того, откуда этот мир взялся. Этот фильм не про это. Он не про устройство, типа, не продумано там, кто бы стал такое строить. Он не про это. Это просто такая метафора пирамиды Маслову. Пирамида Маслов заключается в том, что у тебя высокие моральные ценности начинаются только тогда, когда у тебя удовлетворены базовые потребности. То есть, тебе есть где спать, тебе есть где есть. Только тогда ты можешь заняться чем-то высокодуховным. Или там воспитывать детей. Если тебе нечего есть, то ты об этом даже думать не сможешь. В общем-то, здесь фильм это тоже демонстрирует. С собой в эти помещения можно взять один предмет. Каждый берет что-то свое, главный герой берет книгу. И постепенно эта книга становится не тем, что хотелось бы взять. То есть, она становится не нужна. Когда тебе нечего жрать, тебе даже читать не захочется. И этот фильм это вот прям то, как режиссер видит этот мир. И во многом с ним можно согласиться. То, что не все в порядке. И то, что действительно там такая идея, что многие бы могли выжить, если бы еду распределяли равномерно. Этот фильм очень актуален в нынешней ситуации. Я про этот фильм написал так, что если плохо распределять между собой продукты, то те, кто сверху, они захлебнутся в гречке, а те, кто снизу, будут сидеть с грязной жопой. Причем я это говорил, и меня попросили, местное издание, интернет-газета, попросило меня составить топ-5 фильмов, которые подходят в данной эпидемиологической ситуации. И я тогда еще не посмотрел фильм «Платформа», но я слышал про него, и как бы знал про что он, и знал, что он вроде хороший, и я его посоветовал. Короче, сейчас, когда я уже посмотрел этот фильм, я его бы так легко не советовал. Не стоит смотреть этот фильм слабонервным, потому что есть тут жесткие сцены и каннибализма, и даже еще более неприятная кое-какая сцена, которую не всем стоит смотреть, и это действительно неприятно. То есть надо быть к этому готовым, что все человеческие мерзости, они... их тут увидишь. И это мерзко. Вот. Режиссер показывает, что какие-то люди готовы к этому, к тому, чтобы быть хорошими, что жертвовать какими-то своими потребностями ради других, но в большинстве своем без грубой силы ничего не получится. Весь фильм это такая, разумеется, метафора, но там есть одна вещь, которая, ну, настолько в лоб, что я прям рассмеялся. Там герой попадает в первую комнату, и над ними живет какой-то седой мужик с длинными, какими-то зеленоватыми волосами. И, короче, этого мужика под конец фильма еще разок покажут. И с ним связан такой тупой прикол. Ну, нюанс, который по мне, ну, настолько в лоб, такой смешной, дурной, дебильный, выбивается. То есть весь фильм, по мне, он очень четкий. То есть там показаны разные персонажи, показаны разные ситуации, этажи. Кто-то не пытается сходить со своего этажа, кто-то пытается забраться наверх, кто-то там спускается вниз самыми разными способами. Кто-то готов предпринять какие-то меры, кто-то готов смириться, кто-то попал в это место специально, кто-то случайно. Но вот эта метафора, она была такая тупая. И следующий кадр, он вроде как был красивый, но тоже глуповатый. Фильм простой и понятный, слабонервным не смотреть, не слабонервным можно смотреть, если вы хотите посмотреть, как люди друг другу рвут глотки за гречку. И это реалистично в плане поведения людей и абсолютно абстрактно в плане того, как эта метафора обставлена. Если вас это не беспокоит, можете посмотреть. Фильм получите удовольствие и будете плохо спать, например. А может быть нет. Я посмотрел этот фильм пересном, и я подумал, что зря, 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 зря. Вот такая простая рекомендация на сегодня, но и фильм не сильно сложный. Кто посмотрел, пишите, как вам. Спасибо, что посмотрели. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok